Ребят, как обед? Вкусно! Гороховый суп, котлеты, пюре, квашеная капуста. Сегодня в Бутовской школе номер один – рыбный день. И пожелать ребятам приятного аппетита приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук, который свой рабочий визит в Ленинский округ начал с проверки качества детского питания. Первые дети любят отменно борщи, особенно борщ, суп гороховый, вермишелевый. Ну, молодцы! А добавку вас можно получить? Можно, конечно. Есть резерв порции, да, конечно, есть такой. На это рассчитано, конечно. Эта школа – одна из самых крупных в муниципалитете. Ежедневно тут питается более двух тысяч ребят с первого по одиннадцатой классы. И вопрос качества еды на особом контроле. Ежедневные проверки специальной комиссии – только первый этап. А родители могут попробовать? Конечно. У нас есть столбегустации, куда они могут присесть и попробовать. И они после посещения заполняют чек-лист, где они как раз и высказывают свое мнение, что нравится, что бы они хотели. Вот, например, ради... Как бы трехступенчатый контроль. Также Владимир Жук встретился с учителями школы. Сегодня преподавательский коллектив – это 335 человек. Владимир Петрович поблагодарил за труд и вручил специальные именные ежедневники. 2023 год объявлен годом педагога и наставника. И в Московской области разработали такой подарок для каждого учителя региона. Соколов Никита Андреевич. Никита Андреевич. География. Никита Андреевич у нас призер муниципального этапа. Педагогический дебют в этом году. Молодцы вам. Следующим пунктом визита стал восточный фериал Южной поликлиники. Рассчитано это новое медицинское учреждение на 100 посещений в смену. Будет прием специалистов и первичного звена, и узких специалистов. Прием педиатров, терапевтов. Из узких специалистов здесь будут принимать хирурги, невропатологи, лор-врач, уролог. И врачи функциональной диагностики, и ультразвуковой диагностики. Просторная поликлиника полностью оснащена необходимым современным оборудованием и мебелью по нормам СанПина. В детском отделении есть игровая, где ребята смогут скратать время в ожидании приема врача. А также комната матери и ребенка. Все помещения уже готовы к приему пациентов. Впереди лицензирование и торжественное открытие. Объекты здравоохранения, где мы сегодня были, построены и отремонтированы за счет регионального бюджета. Поэтому, конечно, нам, как депутатам областной думы, важно, чтобы средства пошли правильно, по назначению. Были добросовестные и врачительные использованы. И мы получили тот результат, который бы нас устроил. В данном случае все эти факторы совпадают. Ожидается, что поликлиника откроет свои двери для местных жителей уже в начале апреля. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.